Значит, с учетом того, что на нас я перечислю, очень много различных типов, различных по габаритам, различных по скорости, с массой боевой части от 300 от Оникса до 960, которые у Х-22, разные ракеты по характеристикам, по способности менять траекторию, по высоте, которые идут. Вот есть такие ракеты, скажем, тот же Х-22 способен вылетать на 50 километров, а потом спускаться к цели. Оникс, к примеру, и другие ракеты, там Х-50, калибр этот знаменитый, он способен идти на высоте 10 метров над земной. Если карта точно сделана, полетная, точно пролисована, скопирована, он идет достаточно точно, его очень трудно заметить. Поэтому из того, что, в принципе, будем так говорить, доступно, доступно не то, что существует в мире, а то, что доступно, чтобы с этим как-то бороться, вот у нас существует комплекс БУК, такой известный, БУК-2М, он у нас тоже есть. Старая, не старая, но такая разработка, он больше, конечно, относится к фронтовой ПВО. Он больше рассчитан, чтобы прикрывать какие-то конкретные участки фронта, поскольку захватывает он цель. Если цель достаточно большая, то он будет 70 километров. Если эта цель небольшая, то где-то 45 километров, дай бог ему. Высота 16 километров, бессмысленно высокая. Зато где-то метров с 200 может подхватить низколечающую цель. Это является хорошей характеристикой, но он практически самоубийственная конструкция. У него своя радиолокационная станция, на которую очень точно наводится радиолокационная антиракета. Кстати, Рашистов есть и такая ракета, называется Х-31, и они стреляют ею. Недавно был выстрел такой ракеты, ее, правда, удалось сбить. По Одессе, опять-таки, по нашим вот этим вот станциям радиолокационным, которыми наводятся Горпуны и Нептуны. То есть, БУК не очень эффективен, но мы их немножко используем под Киевом. Нет, но я насколько знаю, БУК как раз самый эффективный вот в этой войне. У нас БУК и БУКи на первом месте по эффективности уничтожены самолетом. Потому что они небольшие летаи, и если мы успеваем это делать, он небольшая ракета, маневренная, она самая маневренная ракета. Ну, чтобы понимать, по БУКу, у него в парах характеристиках, даже у последних модификаций, надежность перехвата воздушных целей до 95%. Очень хорошая надежность. Надежность перехвата ракеты, у него, корея, 65-70%. По самолетам они хорошо работают. Вот они работают хорошо. По ракетам значительно сложнее, и то, что мы имеем. Вот сейчас мы имеем примерно 50-60% перехвата. 50-60% перехвата ракет, летящих на нас разных типов. 50-60%. 50% это довольно-таки много, чтобы так понимали. При этом, обратите внимание, самый высокий уровень перехвата в Одессе. Почему? С первого дня по ним шандарашат. И вот они, ну, к ним еще и подтянули то, что у них. То, что там нам помогают какими-то вещами. Но там ребята научились хорошо. Очень многое зависит непосредственно от операторов зенитных комплексов. От их навыков, от их умения ориентироваться. И вот почему в Одессе хорошо. География. Ровно все. Там особо не спрячется. Либо море, либо степь. И, в общем-то, эту ракету достаточно хорошо можно здесь. Так вот, следующим из того, что нам, в принципе, доступно, это С-300. Это неплохой, в общем-то, комплекс. Словакия передала в хорошей модификации комплекс. Немножко там попользованный. Несколько ракет у него на испытаниях используем. Но это неплохой комплекс. И он способен перехватывать уже там 27 километров по высоте. С расстояния там 150 километров. Вот этот вот комплекс С-300, он способен прикрывать именно города. В основном, такие вообще крупные города, в первую очередь, Киева. Вот эти вот вещи. У нас в свое время Петр Алексеевич Порошенко, который, как мы понимаем, себя очень уважает. Он такие со всей страны стянул все лучшее, что касалось ПВО, как раз под Киев. Ну, не себя защищать, конечно, столицу. Мы все понимаем. Вот этот комплекс хороший. Его надежность по самолету 0,95, по ракетам, естественно, никаких разработчиков неправой характеристик, но где-то 0,6-0,7, 0,6-0,7 надежно. То есть 60-70% надежности сбития дозвуковых, дозвуковых, то есть это калибр и все остальное. Кроме вот этих Х-22, достаточно высоко. По гиперзвуку, там есть кинжал, в принципе, даже модификации вот этой ракеты Х-22 способны идти на трех скоростях звука. Это очень высокая скорость. Против гиперзвука и близкого к нему сверхзвука, ну, существующий у нас под руками ракетный комплекс, ну, практически бессильный. Это на фарт, если навстречу. Навстречу мы его выставили, и они как-то нашли друг друга в небе, как влюбленные, ну, как амуртом попадает в сердце с любого расстояния. Вот примерно таким, если это повезло, то гиперзвуковую ракету можно сбить. Вдвое сложнее сбить сверхзвуковую, ну, чуть-чуть попроще дозвуковую ракету. С-300 хороший комплекс, но чтобы это работало, таких как С-300, нужно, на вскидку, чтобы 300, чтобы было по стране. На всю страну. Да, чтобы их можно было прикрыть, поставить, чтобы они их зоны действия могли перекрывать друг друга, поскольку это работает именно как система. Речь идет, мы когда-то, вот, сказал ПВО, ПРО, это инфраструктура. Это большой инфраструктурный проект, и пока я расскажу об одной составляющей этого проекта, собственно, о зенитных ракетных комплексах. Что нам еще, в принципе, доступно, будем так говорить, это прекрасный комплекс, зенитный ракетный комплекс, АСАМС. Это вот комплекс, который разработан американцами вместе с норвежцами, и по некоторой информации, именно этот комплекс прикрывает наиболее важное правительственное учреждение именно в США, вплоть до Белого дома. То есть, если эта штука, Белый дом, то это надежная штука, и она именно позиционируется. Эта система не как ПВОшная, а как Прошная. То есть, она нового поколения, быстрые ракеты, очень маневренные, мгновенно срабатывающие, с очень большим 0,85. У них вероятность, то есть, 85% сбития ракет, я самолет, их уровень приближаю. Почему я про нее, ну, с 20 километров она перехватывает, 300 метров по минимальному, то, что со 150 километров захватывается, то, что доктор прописал, вот эта штука хорошая. Почему я про нее, так сказать, восторженная, потому что у меня там про американские настроения сегодня взыграли. Этот комплекс нам обещают передавать. Этот комплекс нам обещают передавать, и уже сейчас наши бойцы учатся на этом комплексе. Там время подготовки, зенитная техника, это даже не галубицы. Это даже не галубицы. На самом деле, по-хорошему, там где-то месяца 4 учиться надо, чтобы управлять именно этим комплексом. Ну, не знаю, за сколько особо это, вряд ли. Короче, но это хороший комплекс, который нам обещают передавать в достаточных количествах. На британскую САУ, значит, учат месяц, но наши осваивали за 3-4 дня. Ну, это практика. Я вам скажу гадость. Из фронтовых этих самых, периодически все-таки действуют по старинке, и периодически, скажем, снарядов наши побольше тратят. Не работая система автоматики, наша информационная система напрямую попадает в систему прицеливной галубицы любой. У них все одни и те же интерфейсы. И она должна сама наводиться. Тут мы руками крутим, делаем предстрелочные выстрелы, хотя не обязательно. То есть я не склонен считать, что выигранная неделя в обучении, она, так сказать, настолько критически важна. Лучше бы, пускай, еще в неделю натаскались бы и уже работали как американцы. Так вот, АСАМС – хорошая система. Мы ее ждем, мы ей учимся. Она будет к нам поступать. Никто не может сказать, когда и куда она будет. Но предположить, как аналитик, я могу, что в первую очередь, конечно, ее подтянут по линии доставки индивизовских грузов. Вот в первую очередь, те, которые есть готовые, не те, которые будут производить, не по линии, вот те могут давать для прикрывания, прикрытия всего остального. А вот ее подтянут, чтобы прикрыть вот эти грузы, которые к нам пойдут большими косяками. Американцы люди практичные, и нафиг им производить и тратить деньги, чтобы это, не дойдя до фронта, было уничтожено этими же ракетами по дороге. То есть, некую дорогу жизни и дорогу смерти для летящих российских гадостей американцы будут обеспечивать, естественно, с нашей помощью. Ну, и самый такой, из доступных условно, самый хороший, считается комплекс Петрио. Разрекламированы все броневосороны. Разработчик не указывает, что он надежный сбитый ракет. Чего он не очень позиционирует, даже как противоракетный. Он очень дорогой, миллион двести тысяч. Большие, там несколько дивизионов, куча ракет, там 40 ракет, куча радиолокационных станций, все такое. Да нигде он толком по-настоящему не применялся.